так всем добрый день у нас последняя часть лекции на систему напольного отопления и данный момент остановимся более подробно на двух элементов это заполнение системы ну и запуск системы как осуществляется заполнение системы после того как вы смонтировали контура напольного отопления и заполняется система по следующей инструкции то есть первый закрывается 7 вентилей коллекторов как подающего так и обратного дальше подсоединяется два шланга к наконечникам коллектора один подсоединяется к водопроводу второй подсоединяется к сливу дальше включается вода в водопроводе открывается вентиль в наконечнике коллектора для заполнения и опорожнения системы следующий четвертый открывается подающий обратный вентиль одной петли через нее прогоняется вода пока из петли не выйдет весь воздух ну а если вода не проходит через трубу то значит труба может быть перекручена то есть есть какой-то залом который не дает теплоносителю пройти через него дальше следующий пятый закрывается убавитель повторяется цикл для оставшихся петель по одной пока все петли не будут заполнены водой и не будет удален и вернее и будет удален воздух из них шестым открываются вентильные все и проводится опрессовка как я говорил в начале там три бара ну три четыре бара течение первых часов давление будет падать но потом то есть установится при постоянной температуре окружающей среды и отсутствие течи каких-то узлах так ну и последнее строительство пола может быть закончено бетонирование покрытия древеско-струечным плитом паркетом и т.д. после того как будет проведена дополнительная проверка на герметичность так ну и это все нужно проделывать в помещении или в помещениях либо в здании где есть комфортная температура то есть не ниже 20 градусов если у вас снаружи низкая температура то есть зима то если вы проводите все без дополнительных устройств отопления поддержание температуры чтобы теплоноситель внутри труба труброводов не заморозился то есть ну и со всеми утекающими отсюда последствиями так ну и как это делается видео рисунков то есть даже здесь показано как присоединяется к водопроводу с них потом открывается постепенно все петли через них прокачивается вода и тем самым удаляется так ну и последнее запуск системы напольного давления осуществляется следующим способом первое когда все петли заполнены и удален воздух дальше проведены гидравлические испытания закрываются все вентили и петель на коллекторе ну и открывается запорные вентили коллекторов дальше заполняется подающие трубопроводы источник тепла водой выпускается из них воздух так ну и зависит от того какой этажный дом многоэтажный то есть выпускает воздух из коллекторов расположен из подвала дальше 3 открывается все петли и снова проверяется чтобы у них был выпущен воздух ну и если воздух присутствует то повторяется операция заполнения четвертая система ставится под давлением на 5-1,5 бар ну или атмосферы включается насос котел ну и открывается одна петля коллекторе последствия из чего будет подниматься медленно температура ну и будет чувствоваться что теплоноситель циркулирует петля ну и повторяется та же самая операция со всеми петлями ну и рекомендую то есть в больших системах удобно открывать один коллектор одну петлю в коллекторе одновременно ну и каждый коллектор как обычно должен быть установлен в запорные вентили дальше 5 установится расчетное значение перед установок на регулирующих вентилях обратных вентилях для каждой петли ну и в некоторых случаях считается количество оборотов от закрытого положения есть различные способы у данного производителя при помощи специализированного ключа так ну и нужно проверить что было все выполнено правильно в противном случае то есть может сложиться ситуация что у вас через одну две петли может проходить весь теплоноситель а через 13 петли теплоноситель будет циркулировать в меньшем объеме так ну и если у вас вместо автоматических 6 имеются ручные вентили ну и температура воды поступающих должна быть регулироваться чтобы избежать достаточно высокой температуры то есть ну и это все осуществляется при помощи соответствующих датчиков наружной температуре либо комнатного датчика либо соответствующего контрольного оборудования ввиду того что в системах отопления используется низкотемпературный теплоноситель то есть еще раз повторяю максимальная температура не должна превышать 55 градусов может быть ниже 50 например либо 45 ну и эта температура то есть нужно регулировать при помощи смесительных узлов которые мы рассматривали ранее в другом видео то есть можете посмотреть как это осуществляется при помощи 3-ходового клапана либо 2-ходового клапана и что лучше использовать так при регулировании температуры при помощи комнатных термостатов ну и при помощи этих вот термостатов можно температуру поступающей воды удерживать на постоянном уровне в течении всего года ну и включение циркуляции теплоносителя может носить периодический характер на 5-6 минут только для тех, кто пока не будет достигнуть необходимый температурный режим помещения ну и также важно восьмым пунктом чтобы регулировочное оборудование как установлено возле источника тепла к оплатам ну и комнаты термостатов функционировали корректно были настроены правильно в соответствии с проектными решениями ну и немаловажным является если у вас в качестве наполненного покрытия используется паркет еще раз повторяю что там температура должна быть не выше 26 градусов цельсия так ну и после того как вы все смонтировали бетонную плиту необходимо подготовить то есть залить бетоном ну и если у вас установлен уже источник тепловой энергии котел для того чтобы бетон затвердел то есть это процесс достаточно продолжительный где-то от 17 до 21 дня то есть максимальная температура циркуляции внутри коллектора должна быть не более 25 градусов цельсия ну и после того как бетон примет свои свойства после 17 и 21 дня то есть можно уже выпускает систему отопления до той проектной температуры которую вы запланировали для системы напольного отопления так ну и в деревянных полах на балках необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с нормами и рекомендациями относительно влаги содержащейся в древесине если вот будет покрытие паркет необходимо выполнять те инструкции ну и руководство данного производителя паркета чтобы внутри находилась влага для достаточно комфортного функционирования данных напольных систем либо в противном случае вы будете достаточно часто менять эти напольные покрытия так ну и напоследок как осуществляется расчет системы напольного отопления во-первых в зависимости от того у кого вы взяли оборудование у того производителя существуют рекомендации то есть внимательно читаем их то есть на российском рынке присутствует достаточно много различных производителей как от российских так и до зарубежных вот здесь вот представлены различные варианты ну и существует одна рекомендация верни нормативный документ свод правил в котором описаны часть элементов хотя в данном нормативном документе использовали зарубежные источники по проектированным системам напольного отопления ну там не только в традиционных источниках систем отопления с радиаторным ну а также рекомендации того производителя который поставляет вам оборудование для систем теплых полов ну и плюс еще система напольного отопления что если зимой вы можете использовать в качестве нагревательного отопительного прибора то летом например через те же самые трубопроводы можно упускать холодный теплоноситель ну и тем самым охлаждать помещение знойное репина то есть использовать эту систему как одну для нагрева ну и для охлаждения так ну и вот все что я хотел сказать на данный момент в дальнейшем может быть еще выйдут какие-то курсы лекции либо мы дополним по опыту использования систем напольного отопления ну а сейчас спасибо всем за внимание до следующих видео по проектированию монтажу систем отопления различных зданий так до свидания ну и всем удачных расчетов ну и строительства динам в динам и динам в динам в динам Субтитры сделал DimaTorzok